Сегодня в церковном календаре неделя первая по Пятидесятнице всех святых. Евангелие от Матфея, 38-е зачало, 10-я глава, 32-й, 33-й стихи, и с 37-го по 38-й стихи, и 19-я глава, с 27-го по 30-й стих. Господь сказал, Иисус же сказал им, Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на двенадцати престолах, судить двенадцать колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы или братьев или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит восстократ и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними и последние первыми. Господь утверждает своих учеников, чтобы страдания их были для них легким игом. Христос принимает быть всех Его последователями на одном единственном условии, чтобы они были готовы принять крест и страдания. С самого начала, призывая апостолов, Он говорил, что они недостойны Его, если не хотят расстаться совсем ради Него. Теперь Он говорит, что честь и милость быть учениками Его, быть христианами, дается тем, для кого Христос дороже всего на свете. Если вера наша что-нибудь значит для нас, она должна быть для нас всем. И с чем бы мы ни расставались, ради жемчужины такой цены, мы можем с радостью сделать это, утешая себя верою и знанием, что эта жемчужина более чем стоит то, что мы должны отдать за нее. Кто не хочет принять креста на этих условиях, может отказаться от Него к собственной погибели. Мы должны предпочесть Христа всему, и в том числе говорит Господь нашим самым близким и дорогим отношениям с другими людьми. Дети должны любить своих родителей, и родители должны любить своих детей. Но если они любят друг друга больше, чем Христа, они недостойны Его. Как ненависть к другим людям, а особенно к домашним нашим, лишает нас общения со Христом, так и любовь к ним по плоти, любовь без Христа, удаляет нас от Него. В конце сегодняшнего Евангелия Христос говорит, что всякий, кто оставит дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей ради Него, получит восстократ и наследует жизнь вечную. Что значит оставить и жену, и детей, и братьев, и сестер ради Христа? Это значит, когда мы оказываемся перед выбором, оставить их или оставить Христа, мы должны предпочесть того, без кого мы лишимся навсегда, в конце концов, всех наших дорогих и близких. Семья – это величайшая святыня, малая церковь. Именно потому, что врагу удалось поколебать этот завет Христов, чтобы люди предпочитали Христа всему на свете, наступило потом разрушение семьи, весь тот распад, который мы наблюдаем в человечестве, у самых близких по крови людей. Все оставить ради Христа должны люди, избирающие истину. Что значат эти слова? Эти слова означают не то, что страдание само по себе имеет цену и значение, а то дело, которое это страдание совершает, то, что делает христианина мучеником или исповедником. Самое главное условие святости, которое открывает нам Господь – это готовность оставить все. Апостол Петр спрашивает Господа, что получат они за то, что оставили все. Господи, говорит он, мы все оставили. Мы понимаем, что это все, что они оставили, на самом деле не очень велико. И все-таки мы слышим, как Петр говорит об этом, как о чем-то значительном, том, что для него все. И мы все часто склонны думать, совершая наше служение, даже, может быть, жертвенное, со всеми скорбями, затратами, потерями ради Христа, что теперь Господь наш большой должник. Однако, милостивый Господь не упрекает апостолов за это, и Он понимает, что это было их все в тот момент, как две медных монеты у вдовы евангельской было все, что она могла оставить, так и с апостолами. Если бы у них было что-нибудь большее, и тогда они бы не поколебались отдать это Господу. Поэтому Христос с такой любовью их принимает. И всех, кто так приходит ко Христу, Он принимает. И только так Господь принимает, больше никак, хотя Он долго терпелив и многомилостив, и постепенно возводит человека к этому совершенству. Мы не можем не обратить внимание, что апостол Петр задает свой вопрос после того, как Господь говорит апостолам о богатом юноше, который с печалью удаляется от Христа. Путь к небесам для всех всегда узкий, и врата, ведущие к жизни истинной, тесны, но это в особенной степени относится к богатым. К богатым материально, властью, душевными талантами. Им приходится преодолевать немало искушения. Богатые люди ко всему имеют легкий доступ. Только руку протяни, и многие из этих искушений оказываются для них губительными. Значит, глубина испытаний определяет и святость человека. Что нам сказать о сегодняшних временах? Среди многоразличных скорбей, как сказано в Священном Писании, по-гречески написано многоцветных, открывается многоцветная красота и радость в Духе Святом, тех, кто прошли через испытания и оказались достойными своего Господа. Они не только сподобились вместе с Ним принять крестную смерть, но и сподобились быть в Его славе, как на Пасху, когда служба идет в разноцветных облачениях на земле и на небе. Сегодня все, кто вошли в небесный божественный покой, через многие свои страдания радуются. Чем больше бесчестия, чем больше скорбей терпим мы ради Господа, тем больше славы. Господь говорит апостолам, что в паке бытии, то есть жизни будущего века, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, они сядут на двенадцати престолах, судить двенадцати коленом Израилевым. Они последовали за Христом, когда созидание Церкви Божией только начиналось, и они все превозмогали среди самых больших скорбей, поэтому Господь воздает им особую честь. Господь особенно благоволит к тем, кто с самого начала с Ним, к тем, кто не отступает от Него во время сугубых испытаний. И самое главное испытание и милость, которые дается всем, это не только скорби, но и смерть. Все оставить, это значит быть способным принять смерть, не как ужас, как это происходит со всеми людьми, не знающими Христа и Его благодати, но как жизнь новую, как высший дар, который может быть принят человеком. В этом заключается жизнь, в этом заключается святость, и ни один человек не лишен возможности все отдать Господу. Дай Бог нам восходить к этому и понимать, что многие первые, как говорит Христос, будут последними, и многие последние первыми. Бог благословляет, можно сказать, двумя руками, крест-накрест пересеченными, как древний патриарх благословлял сынов Иосифа, отдавая первенство младшему. Небесное наследство не дается так, как земное, ни по старшинству возраста, не по благородству рождения оно дается, но так, как Бог благоволит, и дар Его определяется по нашей любви к Нему, по нашей готовности все оставить и все принять, потому что Господь всего себя, все, что есть у Него, дает тем, кто святы. Субтитры создавал DimaTorzok